Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. 1 сентября не за горами. Наша съемочная группа узнала, как готовится к новому учебному году анапские школы. Имя им – Легион. Игроки анапской команды по пляжному футболу будут представлять наш курорт на окружных соревнованиях. Путь открыт. Ремонт моста около станицы Ворениковская закончен. За 8 лет действия детского закона уровень подростковой преступности снизился в полтора раза. Об этом сегодня заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в день принятия краевого документа, который запрещает несовершеннолетним появляться на улице после 10 вечера. Как отмечает пресс-служба главы региона, если в августе 2008 в сутки в ходе рейда фиксировались 1200 ребят, находящихся на улице без присмотра, то сегодня на весь край порядка двух десятков таких случаев. Подростки стали в пять раз реже потреблять алкоголь. На 93% снизилось число детей, состоящих на профилактическом учете. Уровень подростковой преступности упал на 44%, а ночная преступность среди несовершеннолетних сократилась на 65%. По словам главы Кубани, детский закон доказал свою эффективность на улице, а не на бумаге. И в продолжение темы. В школах города продолжается подготовка к новому учебному году. Меньше чем через месяц тысячи анапских школьников сядут за парты в отремонтированных светлых и просторных классах. Гимназия «Эврика» – одно из тех учебных заведений, которые уже сейчас готовы к приему школьников. Как происходит подготовка, об этом узнала наша съемочная группа. Обновленная компьютерная техника, отремонтированные классы, раздевалки и спортзал – это только часть подготовки к новому учебному году. Основной упор коллектив делает все-таки на образовательный процесс. Мы вводим индивидуальный план, и таким образом у нас дети делятся на четыре категории по направлениям. То есть художественно-эстетического направления – это ребята, которые нацелены на поступление в хореографические вузы. Допустим, архитектурно-художественные вузы. У нас есть архитектурная студия, которая работает более 20 лет. Вот эти ребята, им нужны дополнительные предметы архитектурно-художественного направления. Есть ребята, часть, наверное, может быть, одна четвертая часть поступает в медицинские вузы, биологические вузы. Значит, мы усиливаем такой группе химию-биологию. На территории гимназии в полной мере работает программа «Доступная среда». Специально для людей с ограниченными возможностями руководство школы внесло ряд изменений во внутреннем благоустройстве школы. В гимназии обучается семь детей-инвалидов, в том числе одна девочка с заболеванием опорно-двигательной системы. Для этой цели у нас для нее построен лифт и для людей таких, а также приезжающих, может быть, родителей. У нас есть лифт, который работает, и, соответственно, среда доступна, по лифту можно попасть на любой этаж. Кроме того, мы поменяли все двери на этаже размером до 90 сантиметров, свыше 90 сантиметров, как полагается. Убрали пороги, вот, так что, в принципе, все возможности есть. Еще одна важная образовательная часть – это сохранение народных традиций и истории. Специально для этого администрация школы организовала необычный казачий кабинет. Здесь собраны предметы быта казаков, одежда, посуда, бытовые инструменты. В результате поисковой работы возникла такая идея создать элемент казачьего быта, такую экспозицию. И мы также начали, планируем сделать кубанское подворье во дворе, уже начали, сделали домик, ну и, соответственно, сделаем кубанское подворье. В общей сложности на подготовку гимназии к новому учебному году было потрачено около 2,5 миллионов рублей. В эту сумму вошел не только ремонт аудиторий, но и закупка новой мебели, компьютерной техники и систем кондиционирования. Практически все классы оснащены видеопроекторами, а в конференц-зале разместилось оборудование для онлайн-трансляций. Количество желающих обучаться в Эврике с каждым годом растет, но руководство не может принять всех. Гимназия расположена в здании средней школы номер 7. Поэтому у коллектива есть одна большая мечта – собственная просторная школа. Самой большой мечтой для нас является строительство школы. Насколько мне известно, проект уже готов, он одобрен, утвержден и направлен в край. Нам глава нашего города обещал, что школа будет построена, поэтому надеемся, что мы попадем в краевую или федеральную программу, и школа будет нам подарена. В этом году гимназия Эврика примет 630 учеников. Из них впервые за парты сядут 60 первоклашек. Именно для этих ребят в ближайшие 11 лет учебное заведение станет вторым домом. На сегодняшний день в Анапе действуют 29 общебразовательных школ и 3 частные гимназии. Во всех подготовка к новому учебному году идет в соответствии с графиком. В Анапу по прямой теперь кубанцам и туристам, прибывающим на отдых в наш город на автомобилях, больше не страшны многочасовые объезды. После капитального ремонта открыт путь по мосту через реку Кубань перед станицей Варениковская. Проезд на этом участке возобновлен с 1 августа. Основной объем работ на объекте завершен, остальное будет производиться вне проезжей части. Курорт Анапа стал еще ближе для туристов за рулем. И к другим темам. Анапская команда по пляжному футболу «Легион» готовится к окружным соревнованиям. Стоит задача получить путевку на первенство России. В городе-курорте пляжные виды спорта становятся все популярнее. В сезон ими можно позаниматься на специальных площадках, оборудованных на центральном пляже. Такие голы в большом футболе до сих пор воспринимаются скорее как трюки. В футболе пляжном это обычный игровой прием, который, правда, шлифуется не один год. Игроки анапской команды «Легион», они же тренеры, показывают класс юниорам. Пляжным футболом в городе занимаются два десятка ребят. Этот вид спорта только завоевывает широкую популярность в России. Сборная страны уже дважды становилась чемпионом мира. Играют 5 на 5, включая вратарей. Специальный мяч более мягкий. В минувшем году взрослая команда вышла в плей-офф российского первенства. В этом выиграли открытый черноморский турнир, заняли второе место на краевом чемпионате, готовятся к окружным соревнованиям с прицелом, как минимум, принять участие в первенстве страны. Во-первых, созданы все условия для того, чтобы этот вид футбола развивался и как можно становился популярнее. И с этим ежегодно подтверждают присутствие команд, как и московских, питерских, саратовских, приезжают на сборы. Проводят турниры. Это многофункциональная площадка. Здесь можно также играть в гандбол. Есть еще специальная площадка для пляжного волейбола. Для занятий городская администрация выделила часть муниципального пляжа. Играть могут как анамчане, так и гости города-курорта. Стоит задача повышать популярность пляжных видов спорта. Как говорят организаторы, они полезны для развития и для здоровья в целом. Здесь работают все группы мышц. Для ребенка, для взрослого. Здесь закачиваются мышцы. Травмы можно различные поправить здесь на этом песке. На твердой поверхности так не поправишь, как на песке. Это очень хорошо и оздоровительно для человека. Помимо пляжных, в городе в режиме «пришел, поиграл» действует пять площадок для занятий игровыми видами спорта. Еще столько же в сельских населенных пунктах. Каждой приписаны тренеры, выдаются мячи и другой инвентарь. С мая и по октябрь, пока погода позволяет, мы поддержим работу именно на площадке, чтобы дети, ну, профилактическая такая работа, отвлечь их от других каких-то занятий, чтобы они приходили здесь занимать спорт. Между делом к ребятам приходят участковые, чтобы напомнить им о детском законе, а также предупредить о возможных опасностях. Кураторы муниципальных программ говорят, что такой комплексный подход неизменно приносит плоды. Теперь в Анапе можно приобрести изысканные, при этом недорогие ювелирные украшения из серебра. Магазин известного не только в России, но и за рубежом бренда «Сказка» Натальи Романовой открылся в торговом центре «Красная площадь». Шикарная модель, корона. Это действительно ювелирная работа. Серебро 925-й пробы с миниатюрными кристаллами – самая настоящая сказка. Женщина, которая одевает такое украшение, она сама себя чувствует действительно принцессой. Второй этаж торгового центра «Красная площадь» рядом со входом в кинотеатр. Магазин открылся буквально на днях. Для тех, кто разбирается и ценит ювелирное искусство, это актуальная новость. Бренд известен как в России, так и за рубежом. Дед Натальи Романовой в 20-30-х годах прошлого века увлекся ювелирным делом и создал для своей жены целую коллекцию серебряных украшений. В 90-х внучка начала реставрировать доставшиеся по наследству изделия и прониклась красотой серебра. Так появился бренд, сочетающий оригинальность с невысокой ценой. Цены достаточно приемлемые, цены не завышены из нашей компании и можно подобрать на любой вкус. Есть разные направления. Серебро 925-й пробы, сапфиры, рубины, фианиты, цирконы, другие самоцветы и природные камни. Все это может сочетаться с эмалью, вставками из кожи акулы или ската. Над сочетанием этих и других элементов работает команда дизайнеров, следуя последним тенденциям мировой ювелирной моды, не боясь экспериментов и используя самые современные технологические возможности. Заказы размещаются на предприятиях по всему миру – в России, Италии, Таиланде, Израиле, Китае и других странах с богатыми ювелирными традициями. Так получается самый широкий спектр стилей – классика, этнические и природные мотивы, авангард. Вместе с тем сама Наталья Романова подчеркивает, что в работу идут те изделия, которые она носила бы сама или захотела бы подарить близким. Они изысканные, нежные, женственные, в них есть изюминка. Коллекция обновляется раз в месяц, а это значит, что при всей комфортной для потребителя ценовой политики скидки здесь обыденное явление. Вместе с тем такая скорость соответствует современному ритму жизни, при котором уместно иметь набор украшений разных стилей на все случаи жизни. И пусть это будут именно ювелирные изделия, сказочно красивые. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.